И наш гость, президент Ассоциации экологии непознанного, профессор Академии геополитических проблем Александр Евгеньевич Семёнов. Добрый день. И сегодня мы поговорим на такую мистическую или загадочную, странную такую тему. Кто убирает ведущих уфологов России и мира? Вот недавно умер Вадим Чернобров, умер преждевременно, 51 год ему было всего. Это самый знаменитый российский уфолог последнего времени, который часто выступал и на радио, и в газетах, и по телевидению с рассказами о различных феноменах, аномальных явлениях постоянных. Вот умирает. Человек все увидели по телевизору, крепкий, здоровый, энергичный. И вдруг раз 51 год было ему. А перед этим был ещё у нас Юрий Смирнов, уфолог ярославский, потом исследователь, тоже рано умер, египетских пирамид. И сейчас как раз вот разговор в уфологической среде, что ж такое вот происходит. Вы знали Вадима наверняка? Вадим, конечно, я знал. Я не согласен с тем, что он отличался большим хорошим здоровьем. Долго болел, давно болел, тяжёлую очень болезнью. Вёл себя героически в том смысле, что, несмотря на заболевание, продолжал работать. Продолжал создавать и сеть сбор наблюдательных данных по всей стране, и не только по стране. Продолжал ездить в экспедиции. И, собственно говоря, изучение различных артефактов, различных геопатогенных зон, различных мест силы, собственно говоря, и ускорили. Это его болезнь, которая преждевременно увела его из жизни. Должен сказать особо про него, что он своими исследованиями, своей работой, своими экспедициями, походами, своими выступлениями, своими съездами совершил подвиг. Не каждому за большую жизнь удаётся продвинуть идею. И самое главное, эта идея овладела массами. В его космопоиске много очень групп по всей стране разбросанных. И ребята, они проявляют интерес к окружающему миру, к познанию этого мира. Они занимаются какой-то ерундой, не прожигают своё драгоценное время жизни. У телевизора, в пивбаре, в сети. Да. И во-вторых, что не менее важно, это то, что ему удалось создать целую систему сбора данных. Настолько, я бы сказал, продуктивную, что в некотором смысле она была востребована и за рубежом. Это вот при мне, так сказать, было, как иранцы восприняли там одно из его, ну, скажем так, комплексов, так сказать, собранной информации и так далее. Конечно, рано ушёл. Что касается научного наследия Вадима, то с ним ещё долго-долго будут разбираться, долго будут пользоваться им, потому что нас собрал огромный фактологический материал. Ну, вы сами сказали, что вот этот поиск и геопатогенные места, они ускорили его болезнь. Но есть даже версии, что он и заболел, то у него лейкемия вроде была. Да, именно. Именно где-то вот в этой зоне, чуть ли не вместе с космонавтом Гречко, который тоже умер за год. Вот, то есть за месяц. За месяц. Да, умер. Илья Михайлович, светлая память, в общем-то говоря, конечно, тоже содействовал экспедициям Вадима, с ним, так сказать, ездил и так далее. Ну, во-первых, ну, дай бог каждому дожить до 85 лет. Во-вторых, с учётом тех нагрузок, которые он и в космосе, и при подготовке к космическим полётам испытывал, он, что называется, ну, так сказать, по жизни отработал всё. Нельзя сказать, что он попадал в какие-то там геопатогенные, так сказать, зоны, и поэтому ушёл в жизнь. А вот Вадим точно. Вот смотрите, ладно, ну, Вадим, ну, ещё у нас несколько, но есть, оказывается, когда я глубже вник в эту тему, вот после потрясённой смертью Черноброва, оказалось, есть такой список Шелдона. Список, да, это американский писатель, сценарист. Фантаз, самый знаменитый переводимый автор. Он уже взрел, он довольно в возрасте, собирая материал там для какого-то своего произведения, обратил внимание, что все люди, среди людей, которые так или иначе связаны с изучением так называемых аномальных явлений, НЛО в частности, ну, он начал с американцев, значит, как-то странных очень много случаев смерти, каких-то... Самоубийств, самоубийств, каких-то исчезновений. Он набрал список из 23, по-моему, или из 28. Да, 23 человека, причём это было за 6 лет, 82-й, 88-й годы. Он проанализировал всё, значит, он опубликован где-то и так далее. Да, он в романе в этом, конец света, в конце, в послесловии. Ну, честно говоря, это вот напоминает реакцию, так сказать, неких неопознанных явлений, как у Стругацких есть такое за миллион лет до конца света повесть, когда вокруг человека, который там куда-то прикоснулся к каким-то знаниям, возникают странные самые ситуации. У него, кстати, извините, и роман-то его тоже конец света называется, переклик с Стругацкими. Вот, надо сказать, что наши исследователи у себя в России провели такую же, так сказать, ревизию, и оказалось, что 50 человек, так сказать, при загадочных обстоятельствах, там, то ли исчезли, то ли погибли. Да, но тут надо иметь в виду следующее, если вот среди американского списка Шелдона и английского, потом он тоже добавился, много исследователей, но сравнительно мало, сравнительно мало, ну, таких настоящих ученых, то среди русского списка это корифеи науки, ядерщики, прежде всего, биологи, химики и так далее, руководители предприятий крупных. Поэтому, естественно, возникла версия о том, что их убирают какие-то, значит, спецслужбы, ну, скажем там, недружественных стран, для того, чтобы просто они свои наработки не довели до конца, не получили какое-то новое там оружие или какое-то средство воздействия, что-то вот в этом духе. А ведь вот тот же Шелдон, он опубликовал вот этих 23 человека, которые кто утопился, кто погиб, он намекнул, что это совпадение, писал он, или существует заговор между правительствами стран мира с целью скрыть правду о пришельцах от общественности, чтобы не вызвать панику. То есть он-то сводил всё, чтобы... Под пришельцами, так сказать, не очень здесь вот всё это и укладывается именно под пришельцами. Кстати говоря, это вообще вульгарный подход, это инопланетяне, пришельцы, это слишком по-детски. Я потом поясню, почему. Ну, поговорим, да, вот, ну вот сам в списке-то вот это. А вот, что касается, значит, этих занятий учёных, понимаете, каждый из них подходил, даже не подозревая об этом, к некоему порогу, за которым открытие, ну, например, новых способов получения энергии, новых способов, там, перемещения в пространстве, новые какой-нибудь, там, вакцины, там, так сказать, которые даёт бессмертие, я так образно говорю. И рано это человечество получать, рано. Поэтому есть ещё одна версия. То есть высший разум убирает слишком любопытно. На Земле всего живёт примерно 9 по разным версиям, 11 неизвестных. Это фактически бессмертные, ну, как бы люди, да, или людьми их не назовёшь, которые отслеживают вот таких людей и делают так, что они уходят из жизни земной, так сказать, бренной. Может, в других каких-то ипостасях. Продолжают свою деятельность, но не на Земле. И, значит, вот они так вот делают, эти вот 9 неизвестных. Но это уж совсем, так сказать, фантастическая, кажущаяся фантастическая версия. Проверить её, естественно, нормальному человеку, обыкновенному, невозможно. Ну, как, впрочем, и версию о том, что это какие-то спецслужбы там кого-то убирают. Но факт есть факт, что люди, которые подходят близко к распознанию неких тайн, то ли физических, то ли биологических, то ли инопланетных, условно говоря, да, подвергаются риску, значит, как-то погибнуть или что-то с ними может случиться. Знаете, я могу сказать о собственном опыте. Когда только вошёл в эту проблематику, стал замечать, что в квартире, например, там лампочки перегорать стали. Ну, прямо массово. Электроприборы. Ну, лампочки ещё, ладно, был период, когда у нас в Альфраме в стране было хорошего мало. Мы китайские покупали, которые шёл на эти нити накаливания. Ну, и вот они недолго служили. Ну, там чайники электрические какие-нибудь или там электроплита, вот что-то такое. Ну, это было сначала вроде занятно, там, так сказать, как-то. И потом я сопоставил вот эти случаи, чисто вроде бы бы бытовые, с тем, чем я занимался. Ну, там какие-нибудь книжки перепечатал на машинке ещё тогда было. Или там встречался с кем-то. Ну, да, приходилось через копирку, да. Потом, со временем, когда уже, так сказать, условно говоря, в афологии, в аномалистике я повзрослел, это перешло на окружающих. И я всех стал предупреждать. Вот, ребята, свяжитесь со мной, вот у вас будут неприятности. А человек так устроен, что какие-то неожиданные вещи, когда он с ним происходит. Если хороший, он приписывает к себе, любимому и дорогому. А вот когда плохие, ну, кто-то виноват, значит, да. Вот, ну, это так воспринималось сначала хихи. Потом я стал замечать, что люди более эмоциональные, творческие, там, художники, какие-нибудь режиссёры, телевизионщики. Ну, у них эмоций очень много. Вот они, прежде всего, подпадают под это дело. А по филосам, вот правильности моих этих рассуждений, явилась история, как мы познакомились с Олегом Вакуловским, который взгляд делал своего времени. Да, это основатель, один из основателей взглядов. Он вёл первые передачи с Листьевым как раз, с Любимовым. Вот, он стал... Перестройку. Задумал снимать фильмы на лорусской версии, там, четырёхсерийный вышел потом как-то. Ну, вот, и вроде как проконсультировался со мной, значит, ну-ка задружились как-то. И вот стоит нам встретиться с ним какие-то обязательно... Там, жена ушла, допустим, там, развёлся с женой. На работе какие-то неприятности. Да, пришлось ему несколько работ сменить, я помню. Да, однажды он, говорит, просто как бы взмолился, говорит, Саш, ну, что ты делаешь-то? Я говорю, ну, я ничего не делаю, смеюсь, но я, говорит, тебя предупреждал. Ну, купил новый джип, вот, попал в такую аварию, что сам через ветровое стекло вылетел, но ни одной царапины, а джип там, ну, в смятку просто уже, не ремонтопригодный. Вот. Вывод здесь только так, выход из этих сложностей только один, терпеть надо. Или отказаться. Или отказаться. Так вот, Александр Евгеньевич, помните, мы же с вами несколько лет назад здесь выступали, несколько передач делали, и в газете было, и вы, когда мне сказали, вы мне сказали тоже, помните, что может быть феномены всякие, странности, мол, не переживай. И тогда я решил резко бросить эту тему. Мы вроде бы давно поэтому и не виделись. Давно не виделись, и вот сейчас увиделись только, просто смерть Вадима потрясла, и решил вот поговорить с вами. Но, опять же, я влезать в эту тему не буду глубоко, да. Я человек эмоциональный, лучше подальше. А я вам скажу, как на себя надо вести, как ремесленнику хорошему. У вас какое дело? Взять интервью, по любому вопросу, быть криминал, хоть там что-то ещё. Правильно его изложить, рассказать так, чтобы, значит, читателям или там слушателям было интересно, и всё. То есть не влезать в эту проблематику, ей не заболеть, так сказать, всё. Перейдёте там к следующей какой-то теме и так далее. Вот так я и решил и буду, да. А вот, опять же, вот вы сказали, то свет, газ, то лампочки перегорали. Вот Андрей Скляров, о котором я говорил, исследователь непознанного пирамид египетских и многих таких вещей. Да вы знаете, конечно. Вот его, он же тоже умер рано в прошлом году. Очень рано, быстро, но, правда, к этому были предпосылки. Ну, опять же, это то, в одной экспедиции инсульт, в другой авария где-то. А жена его, вот, дава точнее, она вспоминала, что вот это не было неожиданностью. Со второй его вот экспедиции в доме вдруг стали вырубаться все приборы. Вот то же самое, что с вами, но там более сильно было. Потому что играет роль некая энергетика, но только необыкновенная, не 220 вольт или 127, там, допустим, да, а некая другая энергетика. И она в некотором смысле можно назвать нечеловеческой. Нечеловеческой. Ну, я просто поясню. Ну, нечеловеческой, все. Сейчас, если наши священнослужители или верующие слышат, они скажут, ну, известно, дьявольщина. Не зря церковники называют вот этих инопланетян, всех гуманоид бесами. Это не чисто сила. Это у них один. Ну, не только наши церковники, вот те же шиитские, значит, ребята. Вот у меня связь была с Ираном очень такая плотная. Но это шайтаны. Ну, бес, шайтан, черт. Вот это все. Так что же энергия-то нечеловеческая? То есть дьявольская получается? Я поясню. Это очень просто. Человек возник как человек, так сказать, живет в определенном спектре, условно говоря, окружающих воздействий. Ну, гравитация, температура, состав воздуха, атмосфера. Тепло, холод, климат, давно. В том числе частотный диапазон, в котором он ощущает мир. Мы видим вот в очень узком частотном диапазоне по одной простой причине. Солнышко выделяет здесь максимальную энергию. Мы адаптированы к Солнцу. Теперь представьте себе, что этот диапазон сдвигается. Ну, например, в инфракрасную часть или там в ультрафиолетовую. Ну, человек по-другому начинает, как бы, так сказать, видеть мир. Правда? А здесь имеются в виду тонкие, высокие частоты вот этих вот энергий, которые, вибрации, которых мы вот в обыкновенной бытовой жизни не то что не замечаем, а как бы даже вроде бы и научно не признаем. Ну, если так грубо говоря, сверхвысокочастотные какие-то вот поля вокруг вот нас. Назови их там божественными. Пси-поля. Пси-поля там, ну, как угодно, да. Вот. Они меняются. Они меняются тихо, так сказать, медленно по эпохам. Они меняются под воздействием того, что и вот и Земля по-другому как-то начинает там вертеться, да. И Солнце, Солнечные системы проходят определенные рукава галактики. Вокруг все, частоты тоже меняются. Ну, вроде бы немножко. Как лет 15 назад солнышко стало излучать в диапазоне, как сейчас это запомнил, гамма-37, чуть больше энергии. Ну, никто этого заметить не может, ну, только приборы, конечно, зафиксировали. А климат стал меняться. Да даже не климат. Ну, поведение бактерий как-то изменилось. Немножко, но изменилось. Да, вот сейчас вот говорят, клещи эти появились. Раньше их не было вдруг. Это тоже какие-то изменения. Весь мир вокруг нас, он живой абсолютно и реагирует на все воздействия, которые есть. И вот представьте себе, что вы вдруг начали заниматься проблематикой, которая лежит вот в этом вот боковом, сдвинутом диапазоне частот. Вы на себя берете либо нижние какие-то энергии, ну, как вот те же церковники говорят, тоже бесовские какие-то, значит, нижние там какие-то. Верхние божественные. Или божественные верхние, и так далее. Но вы начинаете с ними как бы вступать мысленно хотя бы в некий резонанс. А это не может остаться без последствий. Обязательно последствия будут. Если вот вы начинаете о чем-то таком духовно думать, у вас, наверное, характер меняется. Вы начинаете более разумно подходить к здоровью окружающих людей, к благу, чтобы какое-то, значит, благо какое-то для них делать. И, естественно, сами, так сказать, здоровье свое тоже укрепляете. Ну, и наоборот, если какая-то злоба, раздраженность рождается и так далее, как вот говорят, все болезни от нервов, ну, вот начинаются какие-то там болезни и так далее. То есть все взаимосвязанные процессы, и удивляться этому не надо. Поэтому есть области, где вот эти вот энергии-то, ну, совсем не человек, вот совсем непривычного диапазона. И взаимодействие с ними вызывает, ну, трагические, скажем так, последствия. Это и получается, что вот у того же Шелдона там много самоубийств, вдруг странных люди не имели поводов к этому, и вдруг залезает в машину из-за шланг от выхлопной трубы в кабину, заводит, ну, странные даже самоубийства. Странные самоубийства. Да, или стреляется, или вешается там много, или бросается с моста. Вроде здоровые люди, которым ничего... Мне очень жалко в этом смысле Джеймса МакКэмпбелла, такой, я бы сказал, выдающийся американский ученый, физикой атмосферы занимался, который написал монографию. Новый взгляд на проблему НЛО с точки зрения физики и здравого смысла, науки и здравого смысла. Вот, он сделал, так сказать, одно только предположение, что все свидетели НЛО говорят правду, ну, которые описывают, в частности, полеты, воздействия, там, какие-то характеристики неопознанных летающих объектов. Вы же тоже выяснил, что вся природа электромагнитная, вся абсолютно, она с нормальной, с физической точки зрения объясняет все проявления НЛО, включая воздействие на технику, животных, людей там и так далее. Остановились на том, что... На Макэмбелле там. Да, значит... Что все эти волны... Сейчас, сейчас, просто я про Макэмбелла расскажу. Вот он, значит, про электромагнитную составляющую, так сказать, как основной способ проявления феномена НЛО указал. 43 года ему, 43 года. Совершенно, так сказать, нормальный, карьерный такой рост, научный, серьезный. Никто его ни в каких там лженауке не обвинял, так сказать. Хорошая семья, хороший дом, ну, все хорошо. Бабах найден мертвым, так сказать, в своем доме. То ли убийство, то ли самоубийство. Ну, так вот до сих пор и непонятно. Но просто это было с точки зрения вот уфологии-то. Вот для меня это вообще настольная книжка. Ну, прямо маяк такой. Вот прям серьезный ученый такой вот маяк. Вот таким как бы исследователем и ученым надо быть. Вот. Ну, тоже один... И в 43 ушел. И все, да. Значит, вот что-то подействовало на него? Что-то подействовало, вроде бы он и не контактировал сам с объектами, с этими летающими. Только теоретически все занимался. Даже, кстати говоря, насчет взаимодействия. В свое время нынешний заведующий офтальмологическим отделением МОНИКИ, это Московский областной наш светский институт, Алла Алексеевна Рябцева, начала свою научную карьеру с того, что лечила сначала, а потом статистически, так сказать, как бы отвела там многие годы, 9 очевидцев пролета НЛО в Щелковском районе. Только в одном Щелковском районе? Вот только один случай. Но из этих 9... Один случай 9 человек видели. 9 человек видели сразу. То есть одну эту тарелку. Среди них люди разного возраста. Мужчины, женщины. Кто-то глядел долго, кто-то глядел меньше. Все, значит, сошлись на том, что как бы заметили что-то не такое нехорошее в своем зрении, что стали все фиолетовое видеть. А потом, когда она приступила к лечению, кто-то быстрее как бы вылечился, кто-то, кто дольше смотрел, медленнее вылечился. Но в целом, в целом, повреждение глаз было подобно радиационному воздействию. Хотя, хотя никакого радиационного воздействия не было ни зафиксировано, ни на месте, ни у них, ну, никакого. И она защитила на этом сначала кандидатскую диссертацию, а потом докторскую. На НЛО. Не на НЛО, на этих людях. Она воздействована. Воздействие на ЛО на человека. Причем она заняла совершенно правильную позицию. Значит, врач, тарелки отлетающие там, не тарелки там и так далее. Она должна лечить людей. Да, повреждение глаз. Повреждение глаз, все, да. Вот и она лечила, там какие-то методики применяла и все такое. Было это, конечно, давно. Сейчас, не знаю, на прежнем рабочем месте или нет. Но, во всяком случае, это был такой пример очень хорошего изучения. Но, с одной стороны, а с другой стороны, именно она выработала совет. Нельзя смотреть долго на НЛО. Особенно детям. Потому что это может привести к повреждению, ну, хотя бы глаз. Но на сварку никто долго не смотрит. На сварку, да, нельзя. Ну, и вот здесь что-то такое... Тоже какая-то энергия вот и повредила. Короче говоря, те люди, вот те уфологи или ученые, которые стали заниматься вот непознанным, примерно такое же воздействие на себя вызывают. Примерно такое. Я не говорю от глаз, я не говорю там, так сказать, от радиации, там, летающих тарелок и так далее. А вообще, что такое летающая тарелка? Да, вот а что такое? Я представляю, это вот что-то, это какая-то, действительно, блюдце, как Высоцкий пел. Блюдце с окошками, с окошками, с ножками. Да, с окошками, с окошками, с ножками, серебристый диск такой. В нем сидят люди какие-то непонятные. Вообще-то, говоря, этот феномен-то стал вот так называться в 1947 году, 1947 году. С того времени они и появились, говорят, тарелки. Появились они в древности большой. Например, фараон Тутмос III при походе на Нубию, там сражение одно было, вот, значит, в небе все эти войска наблюдали огненные щиты. И было, я не посмотрю, это как божественное, так сказать, предзнаменование того, что Тутмос III в этой битве победил. Вот. Это все было просто. Все от Бога или от дьявола. Да. И вот других объяснений не надо было. И долго это все продолжалось. Ну, в средние века, правда, тех, кто часто видел на костерах, на дыбу у нас было при Петре, тоже допытывались. Вот. Поэтому, так сказать, ну, это всегда было как бы от каких-то высших или низших сверхсил. Ну, нечеловеческие. Ну, не рукотворные. Вот. Да и вот уже даже в 20 веке, конец войны, американские, английские летчики летают над Германией. Их часто сопровождают фу-файтера, как они называют, такие сигарообразные длинные тела. Светящиеся, которые быстрее самолетов летали. Но они воспринимали, как оружие немцев. Ну, и все. Ну, новое чудо-оружие, да. Вот. В 1947 году сначала Кеннед Арнель там в Столистных горах увидал 9 дисков. Потом вот этот Розуэльский инцидент. Вот с этого момента, вот с 1947 года, как раз появился название «Неопознанный летающий объект», которое название тоже неправильно, надо сказать. Да. Ну, и все равно их связывали именно с какими-то машинами. Машины инопланетные там или... С пришельцами. Уманоидами, да. Уманоидами, да. Ну, что-то такое вот твердотельное такое. Ну, да. Пощупать можно там. Пощупать можно. Трупы бы находили. Это, надо сказать, достаточно уже устаревший, так сказать, взгляд. Надо говорить об иномирянах. И, соответственно... И иномиряне? Да. Иные миры. В концепции параллельных миров, это научные концепции, кстати говоря, в одном и том же кажущемся нам месте, в точке пространства, и в одно и то же время одновременно, условно говоря, может существовать целый набор миров. Ну, со своими соответствующими жителями, там, так сказать, какими-то растительностью, там, или там даже безрастительными, может, в космосе и так далее. И эти миры параллельны, мы их не видим. И только при том, когда складываются определенные геофизические или гелиофизические, астрономические, там, сейсмические условия, какие-то необычные такие, мы иногда приоткрываем это окошечко и как бы вот видим. Ну, простой пример приведу. Вот чудовище озера Лохнесс. Да, да. Столько шума было. Столько шума было. Вроде бы как видели. Но там потом эхолоты всякие, нет там ничего. Ну, понятное дело, там не может долго существовать какой-то стадо древних. Ну, оно, так сказать, размножаться должно, а там нет никого. А я говорю, ребята, это под влиянием определенных геологических структур именно вот этого вот озера, который там как бы фактически на разломе на таком стоит. Иногда, когда складываются условия, и там фаза Луны, там восход-заход Солнца, там магнитные какие-то бури, ну, еще что-то такое, вот эти вот миры как бы проникают друг в другую, и вот иногда всплывает это вот самое ныщие. Чудовище. Оно проявляется в этом месте, оно там не живет, оно проявляется. Ну, это так. А для простоты картины я все время говорю, ну, ну, представь, что на разных частотах просто существуем. Ну, просто на разных частотах. Ну, вот сейчас Комсомольская правда радио, одна частота, рядом там условная... Вот ручечку покрути, переноскорой, и ты другую. А я вроде и комсомолку и слышать не будешь. Она же все равно в эфире. А мы все равно с вами в эфире, а рядышком там, да. Вот. То есть вот этот мир, он вот именно такие разницы. Надо воспринимать вот этот феномен НЛО именно вот с этой точки зрения. И очень полезен такой подход по одной простой причине. Он дает повод изучать этот процесс и, может быть, приобрести какие-то прикладные разработки именно вот из этих вот как бы параллельных миров. То есть сделать так, чтобы можно было на Венеру не там лететь не полгода там туда-сюда, а за две секунды. Нуль пространства такое вот открыть. Да, значит, давно пора это делать, и физика уже подошла к этому вплотную. Но, честно говоря, определенные круги это не дают делать, и, может быть, еще и потому, что рано. Наверное, что это рано. Или невыгодно кому-то просто вот бизнес. Ну, например, мы ведь вот как вот электричество изобретено, ну, грубо говоря, открыто так, ну, где-то там XIX век вот так вот. Ну, внедряться оно стало, да? Да. А с тех пор мы не открыли ни одного нового источника, так сказать, полей, энергии и так далее. Ну, ядерный. Ну, вот, ну, а дальше-то что? А вот энергия гравитации, как? Она может быть использована или нет? А что такое гравитация? Она же есть. Она есть. А скорость распространения гравитации какая? Не знаю. Такая же, как у скорости свет Пейнштейна. Больше, меньше, мгновенно. Это вот вопрос, который почему-то, в общем-то, немножко так тормозятся. И тормозятся по понятным причинам. Наука как бы немножко утратила вот такие вот исследования, фундаментальные, перешла на конкретные вещи. Обслуживание интересов чьих? Чьих-то. Бизнеса. Бизнеса. Где деньги есть, там, вот, вот, и, так сказать, там и движется. Поэтому я преклоняю все до головы перед такими, ну, например, астрономиками, там, Кеплер, там... Иоганн. Да, там, допустим, там, Галилей, там, то есть, они вот, когда свои открытия делали, они просто об этом заявляли. Вот так есть. Они не боялись ни обструкции какой-то, и день им вроде не очень нравится. Скипарель открыл, понимаешь, на Марсе канал. Он так говорит, каналы. Но перед этим были такими же астрономами открыты, например, полярные шапки на Марсе, которые то уменьшаются, то увеличиваются. Поэтому было сделано вот о смене времён года на этой планете. Открытие-то, конечно, но никакой политики здесь не было, вот. А сейчас всё, политика сплошная, кругом, одна политика. Да, к сожалению, Гюнг, да. Вы сами-то когда начали заниматься и как НЛО? В прошлом году, в шестнадцатом году, исполнил 40 лет, как я в этой проблематике. Вы же МВТУ-баун закончили. То есть технарь. Я технарь, абсолютно. И работаете где? Работаю я в оборонке до сих пор. То есть вы человек и в этом плане серьёзный. То есть не просто там какой-то, извиняюсь, фанатик, который там сидит только. Надо сказать, что моя организация Ассоциация экологии не поздно, она контактирует со всеми, кто, так сказать, продуктивный или, так сказать, честно, во всяком случае, здесь работает в этой области исследований. У нас масса коллег, которые так или иначе дополняют как бы вот это вот исследование этого феномена. А вообще-то говоря, феномен аналон является такой занозой в теле человечества, который говорит всё время, ребята, мир не так устроен, он устроен сложнее. Чем мы думаем. Ну, знаете, как вот изучать в любой области, хоть продолжительность жизни, хоть там загрязнение окружающей среды, хоть полёты какие-то там на другие планеты. Ну, в любой сфере. Потому что всё время подаёт как бы пример вот таких неординарных возможностей этот феномен. В том числе, кстати говоря, и политических. В политике он используется очень давно. И в информационно-аналитических ведениях, способах ведения борьбы с спецслужбами. И выработки идеологических приоритетов, соответственно, борьбе идеологий. Ну, очень просто, как только это возникло, вот, так сказать, в 47-м году, волна вот наблюдения НЛУ, которые военно-американские вынуждены были взять под контроль. Потом устроили гражданский сбор информации, ну, тоже, так сказать, с организацией, фактически, с подачей военных. Почему? Стали интересоваться, а не является ли это потенциальным оружием русских? А, вон что. Ну, после войны. Ну, да, там же. Все видели друг друга, ну, как бы, врага или, так сказать, возможно. Ну, да, ещё только отгремели залпы орудий. А наши, как смотрели? Вот Сталин и Василий Сурионович, то же самое. А не является ли это секретным оружием немцев или американцев, там, Запада? Тем более, что тогда же немцы работали над секретным оружием. Именно так, да. И все знали, что, так сказать, большая часть архивов немецких служб, создававших ракеты, ядерное оружие и другие, так сказать, интересные штуки. Они в Соединённые Штаты перекочевали вместе с разработчиками и так далее. Часть к нам ушла? Да. Ну, это не только вот, так сказать, а просто, так сказать, что это не является ли. Ага, первые, так сказать, проехали периоды, значит, что вроде бы это не является, но всё равно отслеживать надо. Пошёлся была информация, пошли интересные рассказы там и так далее. А как это можно использовать ещё? Вот потом, это уже спустя там несколько десятков лет, перед вторжением в Югославию, ну, перед войной в Югославию бомбёжками, книжка вышла такая, что вот американцы заключили договор с инопланетянами, и они передали технологии. Поэтому, мол, дело американской армии, такие технологии, что, ребята, лучше с нами не связываться. Это уже перешло, так сказать, в разряд информационной войны, натурально. Шикарные фильмы стали выходить, вот, например, «Эксфайлы». Ой, какие там исследователи, ой, какие возможности, ой, какие воздействия там на людей и так далее. Вот. Дальше, что интересно стало замечаться, вот какое-то проходит испытание, ракетные, ядерные там, ну, естественно, какие-то побочные эффекты возникают в атмосфере, там, на почве, там, в электромагнитной, так сказать, части спектра, там, ну, и так далее. А вот можно ли как-то их изменить, эти сигнальные характеристики, этих эффектов, и сделать так, чтобы все подумали, что это летающие тарелки? И пробовали так делать. А зачем? Ну, чтобы прятать от разведки, от одной стороны научно-технической разведки. То есть это якобы мы испытываем оружие, это НЛО приземлилось. Ну, да. Потому что это интересно-то как. Я уже не говорю про чистую, так сказать, разведку, потому что под эгидой изучения НЛО внедряются натуральные, так сказать, агенты, там, так сказать, ну, во всяком случае, так было в прошлом. А вот для, например, моих иренских коллег, которые даже вот на мои зигельские чтения приезжали, там несколько раз выступали, имел значение следующее. И где-то в конце 2006-го или 2007-го года над Ираном очень много залетало. Да, 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 была такая история, даже я помню. Очень много тарелок залетало. Тарелки вдруг стали появляться. Иранцы пригласили главу Роскосмоса, значит, к себе, там два проекта обсуждалось, там, выведение спутника иранского на орбиту. А второй, значит, это вот, а вот что это вот над нами летает? Не проконсультируйте. И надо сказать, что представители Роскосмоса официально на Ассоциацию экологии не поздно перезамкнули этот вопрос. Я долго, там, три года фактически работал с ними и, значит, внедрял так, что у вас там что, какие-нибудь ядерные объекты стоят? Стоят. А тут у вас энергостанции и энергостанции. Это как-то беспилотники американские. Были, да? И надо сказать, что они, беспилотники, летели так разведыватели на большой высоте, всё. Они же тогда ещё мало их знали. Проходили, да, вот как раз над этими объектами, но потом не возвращались и летели дальше. И фактически они пересекали большие пространства и падали в гималайских, тибетских там горах. А это уже близко было к району Синьцзяня китайскому. Да, там тоже тревожные. И китайцы через какое-то количество времени, когда тоже у них зашкаливали эти наблюдения в этих районах, устроили там специальный уфологический центр по сбору данных, по наблюдательных и так далее. Ну да, тем более Синьцзянь у них же это опасная зона, там всякие волнения. То есть вроде бы и нет ничего, беспилотники, а всё, значит, воспринимают, как это вот НЛО там и так далее. Или другое, вот это что значит неопознанный объект, да, вот когда вот неопознанно, с чем это вот, ну, как будто черевато. В своё время противостояние азербайджанских ополченцев и армянских ополченцев на Горном Карабахе. Ну, какое-то обострение было, ну, это уж лет тоже, там, может быть, 10 назад, 8. Вот, и, значит, ночь. Боевые эти посты не нанесут какой-то там дежурство, а в это время в небе возникает такой эффект, там-то спираль такая закручивается, ярко светит всё. Это, кстати, у нас ракеты запускали в Плесецке, но так атмосфера, так сказать, была прозрачная, и так вот получилось, что вот видно было во многих местах. То, что там какой-то эффект произошёл на большой высоте. И вот на Горном Карабахе вот эти вот, как сказать, охранники, ополченцы вот видят вот такое в небе. Они расценили это как сигнальная ракета, выпущенная противником, чтобы подсветить местность. И начали стрелять. Двоих убили. Просто неправильной идентификацией того, что он летит или там в небе. Ну, такой, так сказать, случай печальный вот, но в истории с тарелками их очень много. С другой стороны, действительно, когда контакты какие-то трагические идут, лётчиков, например, да, ну вот, всё это воспринимается как агрессия со стороны НЛО, когда какой-нибудь там самолёт загорается, или там лётчик вынужден автопортироваться, или просто пропадает куда-то. Вот, но мы даже не понимаем, куда этот самолёт мог залететь. Он залетел в какую-то область, которая, так сказать, вот, ну, вредна для людей с точки зрения, ну, энергетики той же. Поэтому нельзя говорить об агрессии инопланетян, ну, инопланетян в кавычках иномерян этих самых, что сейчас, кстати, раздувается. А это уже вообще большая политика, которая была озвучена ещё Вернером фон Брауном, потом вот ныне покойным Збигневым-Бжезинским, о том, что есть четыре способа официального легитимного захвата мировой власти. Это какие? Ну, первое, это после того, как две системы, вот, социализм и капитализм, как бы, перестали бороться, потому что одна перестала существовать. Это международный терроризм, раз опасность. Надо объединяться перед терроризмом международным. Второе, значит, это вот какое-то тело пролетит космическое, или какая-то космическая угроза. Комета, метеорит, вспышка на Солнце. Когда, чтобы выжить хотя бы частично человечеству, надо тоже объединиться, да? Ну, это такая угроза, она хорошо описана в фильме Армагеддон. Вот там вот все объединяются, даже русские помогают там, да, в этом фильме. Ну, пролетел меме метеорит, ну, вот, ну и всё, и опасность, вроде, не очень хорошая. А дальше последнее, это вторжение инопланетян, которые можно имитировать легко. Вот, можно с ними, как бы, бороться. Ну, понятно, что для того, чтобы победить инопланетян, или хотя бы отстоять землю, надо объединить армии, полицию, деньги, технику, ресурсы, и избрать одного командующего. Ну, с двух раз угадайте, кто это может быть. Да, американец, кто же ещё. Причём все должны проголосовать, и все должны крикнуть, ура, вот наш спаситель там. Вот, это приход к власти, так сказать, мировой, официальным, совершенно таким свободным путём. А вы сами-то наблюдали-то? Разок я наблюдал, и, слава богу, что один только разок. И так далёкое такое, как сказать, дальние наблюдения. Звёздочки, которые так летели по синусоиде, не точно никакой там самолёт, ракета, ничего. Не только я один наблюдал, много наблюдал людей. Но дальние, поэтому воздействий достаточно мало. Так что вот при ближних встречах, так называемых, близкие контакты третьего типа, человек может серьёзно пострадать. И психически, и физически. А иногда просто, ну, условно говоря, испариться. Да, или с собой покончить. Ну, крыша едет, что называется, если так вульгарно сказать, у людей, которые вот этим, вот, без подготовки должной, там, начинают заниматься, и вот как эмоционально-то езжают туда, чакры начинают гореть. Ну, это такие энергетические центры, которые вот в индийской философии, значит, описаны. И вот такой пример, который явственный такой, значит, у меня работала женщина вот в ассоциации, которая вроде бы совершенно нормальная, она в науке и жизни уже работала, всё. Ну, как бы заболела вот этой проблематикой, всё. И вдруг внутри неё заговорило сразу пять голосов. Ну, это внутренний голос, да. Да, первый такой, значит, там, утром тапочки надень, воду включи, там, на красный свет светофоры не ходи. Ну, такой бытовые подсказки я делал последний. Ну, что-то тайны мирозданий, как вселенная возникла. Ну, там, не все я помню. Но помню, что средний голос Михаила Сергеевича Горбачёва склонял её к сожительству. О, Господи. Ну, вам смешно, да. На этой ноте, весёлой или грустной, мы завершаем нашу программу про НЛО. В студии была президент Ассоциации экологии непознанного, профессор Академии геополитических проблем Александр Евгеньевич Семёнов. И я, журналист-комсомол, Евгений Чернышев. Продолжение следует...